А в мультимедийном парке «Россия. Моя история» в эти дни завершает работу уникальная выставка «Герои спецоперации». Это большой федеральный проект, в рамках которого студенты Университета Синергия совместно с Обществом Знания создали графические новеллы «Истории подвигов участников СВО». 21 графическая новелла в иллюстрациях рассказывает истории героев СВО. Среди них подвиги оренбуржца Сергея Панова, который в бою с превосходящими силами противника сберег бойцов, фактически приняв удар на себя. Или уроженца Улана-Д, лейтенанта Максима Концова, благодаря ему была уничтожена диверсионная группа. Экспозиция дополнена новеллами о девяти наших земляках, в их числе герой России, летчик Василий Клещенко. Он уничтожил несколько единиц бронетехники противника, но был сбит на малой высоте. Эта выставка с момента старта пользуется большой популярностью. Сюда приходит, ну, конечно, в первую очередь большое количество школьников. Им достаточно интересно все это изучать, потому что, как я уже говорил, формат такой необычный жанр. Как раз для молодежи это очень интересно смотреть. У тех, кто еще не побывал на выставке «Герои спецопераций», еще есть возможность посетить экспозицию. Она продлится до 8 апреля. Здесь же, на площадке РМИ, больше года работает волонтерский штаб «Помощь Донбассу». Мы работаем на два направления. Это медицина, это помощь госпиталям, медбатам, находящимся на новых территориях. И помощь нашим военнослужащим, как контрактникам, так и добровольцам, мобилизованным, которые служат сейчас и защищают нашу Родину на территории своего. Машины из Твери ходят в зону проведения спецопераций раз в полторы-две недели. Все посылки с продуктами, вещами, медикаментами промаркированы разноцветными лентами. Синий-то у нас будет танковый батальон, например, желтый-то будет Куганская больница, ну и так далее. Потом формируются списки и очень удобно так все грузить и упаковывать. Еще очень всегда приятно, когда приходит вся семья, папа, мама, например, и ребенок. И ребенок, например, приносит рисунки, мама приносит, что бабушка связала носки. Более подробную информацию о деятельности волонтерского штаба можно узнать, подписавшись на телеграм-канал Тверской штаб «Помощь Донбассу». А вот давайте девчонке расскажем.